МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Население Земли стремится в города. По прогнозам ООН, к середине 21 века 70% населения планеты будут горожанами. В России уже сейчас процент городского населения превышает эту цифру, а в некоторых регионах достигает 86%. Демографы пугают. Массовое переселение грозит селам-вымиранием, а большим городом превращением в гигантские муравейники с населением более 30 миллионов человек. Игорь, насколько я знаю, сегодня по статистике уже 70% населения живут в городах, 30% в селах. Это как-то негативно сказывается на россиянах, на развитии общества в целом? Может быть, на психологической какой-то обстановке? А вы не заметили? 72% действительно живут в городах. И, в общем, тот демографический кризис, который мы сегодня испытываем, в частности, сверхнизкую рождаемость, это можно напрямую отнести к последствиям тотальной урбанизации, даже гиперурбанизации. Более того, если мы возьмем московскую агумерацию, где по разным расчетам от 16 до 20 миллионов, я, кстати, более согласен с последней цифрой, проживает, то это уже около 15% населения страны, и это уже чревато геополитической уязвимостью. Ну, кроме того, ведь города являются источниками почти всех социальных порок, будь то проституция или гей-клубы, будь то венерические заболевания или наркомания. И в этом контексте, безусловно, это бьет и по семье, тут и высокий уровень разводов, тут и, безусловно, в принципе, отказ от деторождения, феномен Чайл-3. В общем, города – источник зла, если вы так что следует из вашего ответа. Демографические воронки, демографические мины, как угодно их называйте. И тот аргумент, что здесь лучшая инфраструктура и высший уровень жизни, он может быть также экстраполирован там и на загородную местность, которой россияне больше тяготеют, так и исторически. Ну, мы к этому еще вернемся, поговорим про загородную местность тоже. Я вот встретила такой прогноз, Алла, хотел бы, чтобы вы прокомментировали его, что через буквально 25 лет чуть ли не 95% населения нашей страны будет сконцентрировано в городах. Это реальный прогноз? Главное, если мы обратимся буквально к событиям недавнего времени, когда очень долго статистика ООН не могла нам сказать, когда же мы преодолеем 50% рубеж, доли городского населения. И как бы каждый год это откладывалось и откладывалось. И как бы, ну, прогноз – это, в принципе, вещь такая неопределенная. Если вообще говорить о прогнозах, это такое кладбище прогнозов. И поэтому, что будет, покажет только время. Жизнь гораздо непредсказуемее, чем мы предполагаем. Думаю, на самом деле, что это слишком такая, как бы, завышенная цифра или чересчур оптимистичный прогноз того, каким… Или, наоборот, пессимистичный, смотря с какой стороны смотреть. Ну, наверное, каким будет уровень урбанизированности, тогда это вопрос оптимистичный, да, что будет такой продолжающийся рост доли городского населения, рост процессов урбанизации. Это такое зло, которое будет там. На самом деле, жизнь гораздо многообразнее, и люди гораздо благоразумнее, чем нам дают какие-то, особенно такие лармейские прогнозы. Ольга, а Вы согласитесь с тезисом, что урбанизация это, в общем, неверный путь? Тем более, ну вот Игорь уже написал все ужасы, которые нас ждут в городах. На самом деле, конечно, соглашусь. Вот сегодня начали передачу с репортажа и с высказываний ООН. Действительно, эта проблема урбанизации, она касается стран всего мира. Но что самое интересное, в Европе эту проблему увидели еще в 70-х годах и предприняли в рамках Евросоюза прецэццедентные меры по изменению ситуации. И там, например, идет серьезная поддержка депрессивных территорий, особенно сельских территорий. Туда строятся дороги, привлекается внимание к экологии и к возможности организовать там сельский туризм. И те сельскохозяйственные производства, которые там есть, а это в основном фермерские хозяйства, они датируются, поскольку действительно себестоимость продукции в депрессивных территориях, она выше. И в результате, практически за 10 лет им удалось выровнять пространственное вот это вот расселение, и достаточно равномерно люди в Евросоюзе проживают на территориях. Это вопрос, в общем-то, геополитики. Мне кажется, нам тоже очень важно заниматься пространственной системой расселения. Люди должны жить в селах, они должны жить в хуторах. В рамках хуторов должны образовываться малые сельские агломерации. Все это позволит России удержать, в общем-то, и целостность территории и решить вопрос продовольственной безопасности. Это важно. Джамал, получается, ну пока получается, что у организации только негативные последствия, что-то позитивное в этом процессе же тоже должно быть наверняка. Земля очень много, земля маленькая, мы все просто на ней не поместимся, если размажемся по ней ровным слоем. Так что, очевидно, должны быть центры какие-то, где высокая концентрация людей, где на самом деле происходят какие-то важные процессы, которые в малом городе дети не могут. Но я сразу поспорю с коллегами, я никакого ужаса не вижу. Я чувствую, что четко обратный тренд. Все больше и больше людей устают от больших городов, устают от Москвы. И самое главное, мы сегодня можем работать, зарабатывать дистанционно. И я чувствую, что постепенно народ некоторых профессий начинает переселяться из больших городов в малые города и на хутар, как вы сказали. Ничего ужасного не вижу. Все хорошо в меру, без фанатизма. Александр, то есть действительно зря панику бьют? Вы понимаете, дело не в том, что люди едут в города. Дело, для чего они туда едут. И почему? От того, что Д'Артаньян стремился в Париж, чтобы заработать себе жизненным путем плащ капитана мушкетеров, в этом ничего плохого нет. А когда человек бежит с того места, где ему хорошо, но там невозможно жить, потому что стало плохо, вот это плохо. Но если таких Д'Артаньянов станет очень много, то места в городах же не останется? Вы знаете, я постараюсь вам возразить, вы немножко плохо знаете про армию. Гвардия не всегда бывает в столице. Ее иногда отправляют на периферии, особенно когда она бунтует. Поэтому этот процесс урегулируем. Я с другими не согласен, если можно. Я вспоминаю встречу с жителями одного дома на улице Горького, которые, когда я еще работал в правительстве Москвы, кричали мне, что я хочу, чтобы дочки, жители их дома стали проститутками. Все на все мы рядом строили пятизвездочную гостиницу. Понимаете? То есть, если мы строили рядом, например, концертный холл, они все, наверное, музыкантками стали. Поэтому в данной ситуации процесс, он двояк. Есть урбанизация, одновременно есть дезурбанизация. Мы никуда не издемимся. Страшно другое, что одно и другое происходит стихийно, неподготовлено. То есть, это должен быть контролируемый процесс? Понимаете, должна быть цель. Я считаю, что должна быть выработана основа градостроительной политики России. Точно так же, как только что были выработаны основы культурной политики России. Потому что градостроительство – это не только архитекторы, это не только урбанисты. Это все. Это мы все вместе. И извините, если можно, я еще просто буквально несколько слов скажу, мне кажется, мы должны четко понимать, что мы с вами, наше поколение, поколение наших родителей пережили буквально за сто лет два переселения народов. Причем не какие-то там гуны, готы, не знаю, там, эльфы. А сначала вся политика нашей страны, будь это Российская империя, будь это СССР, стремились на восток. Давайте вспомним Столыпчинская реформа, сельскохозяйственная в том числе, комсомольцы-добровольцы, да, ГУЛАГ, да, эвакуация во время войны, да, БАМ, да, Целина. Но была целенаправленная политика освоения нашей страны. Что произошло за последние 15 лет? 4,5 миллиона человек перекочевали в обратную сторону через Уральский хребет. И как раз поселились в двух уголомерациях – Московской и Питерской. Вот насколько выросли мы здесь, а настолько мы потеряли там. Я уж не влезаю в внутренний процесс, когда из села идут в малые города, из малых городов идут в областные центры, из областных центров украины. Понарастающие, да. Понарастающие, да. А можно возразить? Да, сейчас я, Игорь, да, хорошо, давайте возразите, а потом там слова обязательно. Ну, я считаю, что самый большой враг вот в нашем обсуждении – трилитивизм. Когда мы говорим, да нет, ну это все двояко относительно. Господа, и дамы, есть четкие критерии. Значит, чего больше в этом процессе в урбанизации, плохого или хорошего? Однозначно плохого. Более того, даже если допустить, вот, что планета перенаселена, нас это не касается абсолютно, у нас самая большая территория и очень низкая плотность населения, особенно в тех регионах, которые вы назвали. А на самом деле, я как демограф вам скажу, что допустимые пределы, значит, обеспечения населения планеты всем сырьем и продовольствием, они сегодня вполне, вполне позволяют прокормить, ну даже не десятки миллиардов, а сотни – это как минимум, ну это данные многих моих коллег. И здесь я хочу отметить, что в отличие, может быть, от других стран, у нас как раз таки в советский период урбанизация была навязана насильственно. То есть это не было выбором населения. За последние 20 лет с карты нашей страны исчезло более 20 тысяч населенных пунктов, преимущественно сельских. Это коснулось уже даже малых городов. Были такие перекосы очень серьезные, как моногорода, города образованные, как Иваново там, с перекосом в полувозрастной структуре и так далее. Это все нельзя признать нормой. Когда жители двора или района, кстати, как правило, в этом дворе, если вы заметили, это вот о минусах урбанизации, на детских площадках больше собак уже давно, чем детей. Соседи друг друга не знают. Не знаю, у меня, видимо, какая-то уникальная детская площадка, у меня все-таки больше детей. У вас уникальная, пройдитесь по московским дворам, там я вам гарантирую. Там можно и другую живность найти, но детей там вот. В столице самый низкий минус уровень рождаемости по стране. Хотя в сельской Чечне или на Алтае или в республике Дагестан совершенно другие показатели. В том числе потому, что есть простор для жизни. Эту ситуацию, безусловно, надо менять. Я понимаю жителей, которые протестуют против строительства той или иной, того или иного рассадника социальных болезней, потому что действительно, что не гостиница, обязательно там будет точка, значит, проституток, там обязательно будут распространяться наркотики, там обязательно будут криминальные группировки этнические и наши местные. То есть это данность, увы. С этим спорить, это значит идти против истины, против здравоохранения. Игорь, спасибо. Данил, хотел к вам обратиться с вопросом. Вы тоже вот в городе, если гостиница, то значит это рассадник проституции. Нет. Если детская площадка, то там одни собаки. Нет. Ну, сегодняшняя тема, как я понимаю, это урбанизация, неизбежное зло, вопрос. Правильно я понимаю? Может быть, это и не зло совсем. Вот. И возвращаясь к самой теме, хотелось бы вернуться к русскому языку и все-таки понять, что же это такое. Да? В первую очередь неизбежное. Но если мы уже понимаем, что что-то идет к нам, значит мы уже можем это избежать. А зло в понятиях русского языка, это просто отсутствие знания. Поэтому, то есть неизбежная проблема здесь заключается в том, что мы урбанизируем индустриализованные, не учитывая законов природы. И не взаимодействие технологические, да, вместе с природой. Если бы мы учитывали природу, ту, которая человека, которая не совсем, скажем так, естественна для Земли, да, и природу, окружающую нас, которая поддерживает, в том числе и там по питательным свойствам, это касается и мировоззрения. Мне кажется, это в первую очередь, конечно, мировоззренческая социальная проблема урбанизации. Я поясню коллегам. Например, из-за того, что мы все верим, что надо кушать мясо, мы перерасходуем там воды на один килограмм мяса, порядка там несколько тысяч литров, то, что надо вырастить, произвести, да. Вот, если бы мы перешли на вегетарианство, да, то сегодня у нас сразу бы освободилось там 60% вот всех угозей, которые уходят на то, что... Простите, вы вегетарианец? Но это такой очень рациональный подход. Простите, я вас не перебивал? Нет, вы вегетарианец или нет? Мне ведущая позволила задавать употребляющий вопрос. Я выбрал быть вегетарианцем какое-то время назад. Вы занимаетесь пропагандой? Даниил, а вы это сделали именно из-за рациональных соображений, чтобы экономить ресурсы, воду? Нет, 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 нет. Мой выбор был нравственный, но если мы говорим об экономических аспектах урбанизации, то у нас есть, вот, скажем так, человеческие хотелки и те удовольствия, которые мы привыкли получать, которые приводят нас сегодня... Мы не думаем о них, нам просто сказали, это нормально. Американский образ жизни, там, Бигмак, Кока-Кола и так далее, да, там это... Активно очень вводят, но когда мы просто бездумно что-то делаем, мы как раз и приходим к неизбежным последствиям. И моё мнение здесь такое, что урбанизация, она может быть хорошей, если мы делаем её осознанно, вот, с вами согласен Александр, осознанно с пониманием, да, городской среды и с выставлением корректных целей. Сегодня цель всех урбанизаций – это прибыль, 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 прибыль. Бесконечная прибыль не может быть на геоиде с конечными ресурсами, да. Поэтому мы должны об этом думать, вот, и посвящать себя, наверное, каким-то новым целям, вот, в поиске именно решения. Вот, децентрализации... Ольга, вы хотели дополнить, вероятно. Смотрите, Америку мы затронули ценностей Бигмак. А вот, на самом деле, недавно был съезд Ассоциации крестьянских фермских хозяйств Америки, или фармбюро, да, так вот, там выступал министр сельского хозяйства, сказал, что он гордится, что наша страна представлена тысячами и тысячами крестьянских фермских хозяйств, что это абсолютно заселённая территория, на которой живут люди, которые заняты, самозаняты, производят продукцию, не хотят уезжать с этих земель и облагораживают территории. Это происходит и в Германии, и в Швеции. Малые крестьянские фермские хозяйства называют, помимо сельхозтоваропроизводителей, облагораживателями. Это те люди, которые заботятся о территории, ценности там совсем другие. Потому что на селе, если ты вовлечён в собственное предпринимательство, удовольствие доставляет сам труд. И тебе уже не нужно, как в городе после работы, когда тебе приходится сталкиваться там не всегда с указаниями начальства, которые тебе не всегда хочется исполнять. Ты вынужден искать компенсаторы. Там этого не всегда требуется, потому что сам труд доставляет удовольствие. Но для того, чтобы он доставлял удовольствие, должны быть созданы определённые условия. Условия для развития этого предпринимательства. Для того, чтобы крестьянские и фермские семьи могли жить на хуторах, заниматься своим делом. У них должна быть земля, у них должны быть кредиты, у них должна быть доступность ресурсам. И они должны иметь возможность просто сбыть ту продукцию, которую они производят. Вы живёте в городе? Я живу в городе, но у меня есть сдача. То есть не на хуторе? Нет, не на хуторе. Но что самое интересное, я вхожу в состав руководства Ассоциации крестьянских и фермских хозяйств и сельхозкоператив России. Так вот, в нашу ассоциацию в ходе 92 тысячи членов это крестьянские и фермские хозяйства, их семьи из 66 субъектов федерации. И мы непосредственно каждый день слышим от них те проблемы, с которыми они сталкиваются. И в общем-то и в рамках политической партии, и в рамках Ассоциации пытаемся их отстаивать и доказывать, что все хотели прокомментировать. Я хотел попытаться вернуться к сути предмета, к урбанизации. Не про Америку, не про это, а про урбанизацию. Скажите, ну вот, например, мы пытаемся говорить, вот город Старица и город Зарайск. Если там население удвоится, и город начнёт работать как нормальный город, это уже урбанизация. А что значит начнёт работать как нормальный город? Обслуживает свою округу сельскую, функция города обслуживает сельскую округу. А почему бы не оживить загородную? Давайте, Джамал, сейчас вы выскажите свое мнение. Что нельзя построить кинотеатр на каждом хуторе, нельзя на каждом хуторе сделать гипермаркет. А им это не нужно. Зачем они нужны? Вы спросите жителей Зарайска, что им нужно. Нужен им театр, нужны им гипермаркеты, нужна ли им мощеная улица. Поживите недельку в деревне. Посмотрите соцопрос. Можно это сказать? Вот соцопрос. А вот есть какие-то соцопросы показывают? Конечно, я с ним буду комментировать. Второй вопрос по урбанизации. Знаете, на самом деле у нас и большие города недоделаны. Давайте честно скажем, Россия не страна городов. У нас очень пока плохие города. Ну, кроме Москвы, где поработали уважаемые люди. Вот нас городов-то нет. Они зарождались по-другому, наши города. И наши города пока очень плохо сделаны. И в том числе процесс урбанизации из наших плохих городов, плохо работающих, плохо связанных. Где иногда центр города занят неработающим заводом, сделают плотные, компактные города. Урбанизация, в моем понимании, города сосредоточить в себе, научить их быть компактными и сдержанными. Это и есть урбанизация. Александр, но получается, что нам фактически все города нужно тогда менять, перестраивать? Нет. Вы знаете, во-первых, надо знать город. Надо знать каждый город. Вы сейчас как раз говорили про Зарайск. Замечательный город, который, к сожалению, не имеет ни одной гостиницы, не считая одной на 24 места. Имеет очень плохое благоустройство и замечательное свое историческое наследие. Замечательно имеет музей. Много-много очень хорошего, что есть. Но добраться туда, а одновременно жить там, ну, довольно сложно. Мне очень понравилось, кстати, в Зарайске, что жители очень любят свой город. И там есть те люди, которые и не хотели бы оттуда уезжать. Первая беда, которая в Зарайске, это то, что было предприятие, которое выпускало, если не ошибаюсь, пленку, фото, которое кормило весь город. Вот закрылось предприятие, и просто негде стало работать. То есть люди вынуждены уезжать? Были бы места приложения труда. Вот Зарайск, понимаете, он город, не находится на трассе. Вот города на трассе, у них одна история. А те города, которые попрали между трасс, а Зарайск попал между трасс, вот Кимры, Талдом, Старицы, они более патриархальные. И люди очень любят свое место. Они, вы знаете, там не любят туристов. По ночам их около Кремля бьют. Ну, кстати, это тоже нормальная совершенно вещь. Вы сейчас такую антирекламу просто сделали в городе. Это не антиреклама, почему, для экстремалов в самый раз. А ну, да, с этой точки зрения получить адреналин, да. Ну, я могу сказать, что буквально... Я был в Зарайске, меня не били ночью. Стараюсь так стоять в городе. Значит, не там ходил. Значит, посмотрите, какая ситуация. Буквально места приложения труда. Что должно дать государство людям? Работу, больше ничего. Условия для работы, чтобы были. Больше ничего. Все остальные люди сами сделают, и построят, и благоустроят. У нас все идет с другой стороны, как бы, да. Мы обеспечиваем людей жильем, мы обеспечиваем людей детскими садами, мы обеспечиваем поликлиниками. Но это издевительская политика с советских времен. Первое – это места приложения труда. Все остальные люди должны сами покупать. Сейчас, секунду, дам слово. Алла, чем наша урбанизация отличается от урбанизации Западной Европы? Там, как я понимаю, насколько я знаю, этот процесс, ну, чуть ли не в середине 20 века уже вот начался, там же закончился. И там сейчас в городах нулевой прирост населения, практически нулевой. А у нас все это еще какими-то довольно быстрыми темпами происходит. Почему так? Ну, если посмотреть на статистику, она показывает, что, на самом деле, и в развитых экономических странах, и в той же Америке, доля городского населения чуть-чуть-чуть-чуть нарастет. Как бы, говорит о том, что там все остановилось, нет. Но темпы роста все-таки разные, это, конечно, с Россией. Конечно, темпы, на самом деле, как бы, в России особая история, да, потому что последние 25 лет у нас совершенно по-другому развивалась урбанизация. Если говорить об особенностях современной российской урбанизации, наверное, ее две главные черты, если так вот сформулировать кратко, это вот то, о чем мы все время начали говорить вот в первой части нашей беседы, это то, что у нас идет такой очень резкий рост пространства неврометности в развитии, да, когда вот одни города очень быстро растут, другие города, наоборот, как бы стагнируют или стабильны в своем населении. И другая особенность, так как бы, вот эта вот черта, когда мы перешли к рынку, так вот там вально, резко, и получилось именно вот так вот это вылилось. Потому что, конечно, бизнес развиваться в крупных городах удобнее, особенно связанная с близостью, как бы, к власти, проще решение всех проблем. Людям удобнее жить в больших городах, говорим об их там многочисленных злах и издержках. Тем не менее, выбор, который дают большие города, они приводят к тому, что мы хотим жить в больших городах или хотя бы в их окружении. Потому что у нас другой выбор работы, да, другой выбор развлечений, к которым мы ориентируемся. Мы можем ребенка отдать в лучшую школу и так далее, и так далее. Но с другой стороны... И вторая черта... Да, хорошо, да, давайте закончим, потом возражу. Это то, что она имеет такой очень ярко выраженный сезонный характер. У нас огромная масса людей от того, что у нас люди живут. Вот модель российской урбанизации, это квартиры в многоэтажном доме и дача. В результате мы в огромных количествах мигрируем сезонно туда-сюда, туда-сюда. И еще добавляется третья черта, это то, что вот тоже как бы это есть история последнего полсоветского периода развития, когда у нас началось вечно развиваться отходничество. И люди в малых городах, в селах, когда у них нет работы, они вот в таком вот челночном режиме, с длительными такими ритмами, недели, месяц, переезжают в большие города, чтобы обеспечить, в общем-то, себя и свои семьи. И получается такая совершенно особая такая черта, которая нас очень сильно отличает от такой обычной модели западной урбанизации. Когда они либо переезжают в пригороды постоянно, либо как бы, ну, в зависимости, у них другая мобильность же вечная. И они просто в зависимости от того, там, у тебя семья, у тебя маленькие дети, ты живешь в малых городах или пригородах, идеальное место, чтобы выращивать детей. Ты начал учиться, переезжаешь в другой город, ты стал работать, переезжаешь в третий город, ты вышел, как бы, у тебя там 70 лет или сколько-то, да, как бы, в разных странах. Ты уехал на пенсию уже в какое-то другое место. Да, ты решаешь для себя жить, да, в центре города или еще там, как бы, в зависимости от того, что тебе нравится и как, как бы, тебе удобнее. Но, с другой стороны, вы сказали, что многие люди действительно решают, что они хотят жить в городах, это удобнее, инфраструктура вроде бы более развитая. Но при этом, выбирая город, они полтора часа добираются от дома до работы, и это только в одну сторону. Действительно, вечером, придя с работы, пока ты доехал, ты понимаешь, что силу на какие-то, там, я не знаю, развлечения, собственное развитие у тебя просто уже нет. Это же, ну, наверное, безусловный минус. Конечно, минус. И люди тоже адаптируются, выбирают свои какие-то жизненные практики, да. Люди выезжают в 6 утра на работу, приезжают, соответственно, рано с работы, удаленный режим работы, у кого-то, как бы, ритм они работают, не 7 дней, не 5 дней в неделю. То есть, как бы, жизненные практики становятся гораздо более разнообразными, а не так, вот, как мы привыкли каждый год, что каждый день люди вот именно вот туда-сюда, между работой и домом мигрируют. Гораздо все разнообразнее, гораздо все сложнее, чем так вот просто город зло, село благо. Но сегодня город предлагает такую возможность, когда можно работать и жить в одном месте. Мы про это сняли сюжет, давайте посмотрим его. Москва-Сити, деловой центр столицы. Полтора десятка небоскребов из стекла и бетона, миллионы квадратных метров офисных площадей, пятиуровневая подземная стоянка. Сотни фирм и предприятий, банки, агентства, медицинские клиники. По официальным данным, ежедневно здесь бывает 125 тысяч человек. Больше половины из них работают здесь постоянно. Еще несколько тысяч живут. Это и есть настоящие обитатели Москва-Сити. Ульяна Климова, топ-менеджер инвестиционной компании, работает в Сити уже два с половиной года. Это сейчас она прекрасно ориентируется в бесконечных коридорах и пространствах делового центра. А в первое время, признается, было очень сложно разобраться, куда и как идти. Сейчас местные системы безопасности опознают ее без электронного пропуска. Жизнь в Сити как новый гаджет, говорит Ульяна. Сначала непривычно, а через неделю уже не знаешь, как жил без этого раньше. То, что кажется изначально неудобным, некомфортным и порой даже совершенно несуразным, безумно удобно в тот момент, когда ты начинаешь этим пользоваться и погружаешься полностью. Вот так и с Сити. Это как вот этот продуманный айфон, предугаданы все твои желания. Ты можешь реализовать абсолютно любую твою потребность, не выходя из вот этого квартала. Все башни Москва-Сити объединяет просторный торговый центр, в котором сотни магазинов и ресторанов разной ценовой категории. Чем выше, тем дороже. На 62-м этаже одного из небоскребов бассейн и даже сауна с панорамным видом на Москву. Есть еще спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и ночные клубы. При желании в Сити можно находиться круглые сутки, не выходя за пределы зданий. Есть некоторые башни, в которые заселялись молодые холостяки, и считали, что квартиры, в которых они будут жить, это квартиры для жилья холостяка. Но когда они женились, завели семьи, собаки, детей. Теперь в Ливто ездят женщины с колясками. Жизнь в Сити затягивает, говорит Ульяна Климова. К тому, что все под рукой и рядом, привыкаешь быстро, как и к постоянным потокам людей и заоблачным ценам. Отсутствие зелени компенсирует прекрасный вид из окон, а свежий воздух – современные системы вентиляции. Порой очень сложно после вертикальной жизни, мы ее так называем, перемещаться в горизонтальную, потому что пробки горизонтальной равны скорости лифта вертикальной. Бизнес и деньги стремятся туда, где удобно и безопасно, говорят специалисты и предсказывают, что уже через два года постоянное население делового центра вырастет вдвое и превысит 100 тысяч человек. А это уже больше, чем население среднего города России. Игорь, ну вот смотрите, в сюжете как раз был пример, да, что зимография-то, в общем, все в порядке. Вот в таких вот, ну, условных альтернативах спальным районам, пожалуйста, приехали холостяки, а теперь все уже катаются с колясками. Значит, это никак не влияет негативно все-таки на... Отличный сюжет, только он больше подтверждает мои слова. Почему? Потому что, заметьте, вот фразы, которыми характеризовали семью. То есть, заводим семьи, детей, собак. Семья и дети на одном уровне. То есть, семья хотя бы на первом месте. Лингвистически. Понимаете, заводят тараканов, шеи, собак, действительно, детей, их рожают, а семьи создают. Но мои коллеги забывают одну важную вещь. Города, в том числе Зарайск, они-то изначально развивались не так. Они-то развивались как малоэтажные города. Мы говорим о способе расселения. И тот, кто, допустим, создавал город Зарайск, никогда, никогда в страшном сне не могли себе представить, во что сегодня превратятся российские города. Когда мы говорим о каких-то кинотеатрах и так далее, ну вы же противоречите сами себе. Сегодня дистанционные средства массовой информации, наоборот, предполагают отказ от всех кинотеатров. Печатные СМИ закрываются. У кинотеатров снижается посещаемость. Просто люто снижается. Это не востребовано. При коммунизме это было одним из средств влияния на массовое сознание. Оболванивание. Сейчас это не надо. Избавьте нас от этого. Не надо навязывать населению то, что ему, в принципе, его не интересует. Население летом, даже с апреля месяца, вымывает из Москвы. Они едут на дачи с учетом всех издержек. С учетом того, что я до работы еду 2 часа, лучше я буду ездить 2 часа, 4 часа в день, чем я буду жить в городе. Никогда не за какие-то... Население выбирает то, что ему нужно. Но если они переезжают в таком количестве из сел в города... Они не выбирают. У нас отсутствует выбор. Дайте равную зарплату и равные возможности, в том числе и... И никто тогда не поедет. За город. Все выйдут из городов. Просто массово. Здесь не будет пробок никогда. Здесь не будет надобности в метро. Кафе и рестораны эти многочисленные дорогие разорятся. Все уедут за город. Александр, ну вот этот пример, это вот таким будет город будущего? Нет, не будет. И не дай бог. Но такие города тоже нужны. Я сторонник совершенно другого. Мы все разные. Мы совершенно разные. И я, кстати, знаю людей, которые живут в Сити. Я, кстати, там часто бываю по работе. По работе. И знаю, что хотя бы некоторые футболисты московского Динамо, моего клуба, пока он не вылетел из высшего дивизиона, предпочитали жить в Сити. Это для молодежи. Это для определенного возраста. Ну или немножко так. Или для молодящихся. Вопрос. Должны быть и высотные комплексы. Должны быть и среднеэтажная застройка. Должны быть и малые города. Должны быть и селы. Но они должны быть все комфортные. Каждые по-своему. Понимаете? И, например, в селе, может быть, должны быть другие нормативы. Извините меня, не 10 минут до школы пешком. Для этого в Америке ходят школьные автобусы. А вот то, что у меня как есть до леса поляна, и ничто не застроит, она должна остаться. Понимаете? То есть мы должны иметь образ жизни, который запроектирован осознанно, исходя из того места, которое мы получаем. Потому что, когда вы стали говорить про Зарайскую высотку, ясно совершенно, что в Зарайске никто не предусматривает высотного строительства. И не дай бог, там строительство выше трех этажей. И не дай бог. Может, к сожалению, быть в наших условиях. Не дай бог, что даже... Я знаю, что есть. Но больше не надо. Поэтому все должно быть. Джамал, вот подобные комплексы, они могут и должны ли они стать альтернативой спальным районам, которые не всегда симпатичны, не всегда с продуманной инфраструктурой? Я скажу такую дерзкую вещь. Я думаю, что пройдет лет 50, и мы будем носиться започными глазками, говорить о том, что территория Москвы на расстоянии от Третьего кольца до МКАД является такой же уникальной территорией, как Венеция, является собой единственной в мире пример микрорайонной застройки. Уникальной, необычной, потрясающей красивой. То есть мы еще и беречь ее будем? Да. Кварталы – это ерунда. Вот есть в Москве микрорайонная застройка, это как Венеция. Все скажут, вау, это будет единственный город в мире, имеющий такое. По поводу... Мы разные сценарии для разных городов можем предложить. Мы предложим плотную малоэтажную застройку, уверен, она будет более эффективной, чем высотная. Небоскребы тоже нужны. А по поводу неравенства, вы вообще не по адресу ругаетесь. Архитекторы сделают все хорошо, они по-разному сделают. Там, где надо, высокое построение, где надо низкое. Проблема не в этом. Проблема в неравенстве людей на территории. У нас нет проблем урбанизации. У нас есть проблема, что все в Москву бегут. Это совсем другое. И города у нас уменьшаются, что вы прекрасно знаете, они увеличиваются. Почти все, миллионники увеличиваются. Есть, конечно, исключения. Ну, тем не менее, я такой тренд общий обрисовал. Мы теряем население в малых и средних городах. И теряем национальный каркас, особенно исторические города. И проблема не в этом, проблема в неравенстве. Виноваты не мы здесь присутствующие, а виноваты те, кто выставит эту налоговую систему. Когда у вас, извините, налоги собираются в малых городах, а прожираются в Москве, это будет так всегда. И пока эта система не встанет с головы на ноги, и где люди зарабатывают в малых городах, там они будут и потреблять, все будет вот так, как есть. Так что не по адресу разговора, это к политикам. Данил, может быть, действительно с другого нужно начинать? Что-то другое сначала поменять, чтобы выстроить вот этот баланс между городами и сельской местностью? Ну, мне кажется, что нужно менять все по чуть-чуть. Общая какая-то идеологическая направленность и повсеместные микро-микроизменения, которые в своей совокупности уже приводят к результату. Вот проблема современной, наверное, и демографии в том числе, в том, что у нас нет цели. Нам всем рассказали, что мы должны там прибыль какую-то зарабатывать, и судорожно бежим в город сегодня, чтобы эту прибыль заработать. Собственно говоря, почему все бегут в миллионники и в крупные города, потому что там есть возможность. И есть такая русская мечта, что-то заработать, квартиру, дачу. Вот это то, что вы говорите. Люди стремятся к этому. У моего поколения ребят очень мало возможностей. Им не осталась квартира от приватизации. Им досталась только возможность взять ипотеку под гигантский процент, который они никогда не вернут, возможно. С тем уровнем зарплаты, который сегодня, это становится намного тяжелее. Ну да, это сложно выполнимая такая задача. Поэтому да, я считаю, что это вопрос выравнивания общих возможностей. Например, вчера я прочитал, что в Швейцарии за то, что вы берете кредит, вам деньги платят. Вот вы доказали, что вы способны взять, вам платят. А у нас сегодня забирают. То есть вопрос каких-то приоритетов в выстраивании политики. И это очень многогранная проблема. Я в своей жизни занимаюсь всего лишь маленьким кусочком из этого, связанным с сельским хозяйством, небольшим. Но мне кажется, что каждый, если по чуть-чуть в этом что-то начнет делать, то мы приблизимся к этому. Именно к природному сосуществованию. Потому что шарик один, а все границы, по сути, виртуальны для современного поколения. Они так, как говорят, на бумажке. А для нас мир, он един. И глобальные проблемы урбанизации, это прежде всего экологические проблемы. Не то, что там нравственность падает. Знаете, проституция была и до городов. А элементарно дышать не было. До каких масштабов. А в любых. Как только появился обмен, появилась проституция. Древний Рим, давайте вспомним. Хорошо, что нужно сегодня начать менять? Вот, может быть, какие-то прям ключевые вещи, не поменяв которые в первую очередь, не удастся нам развиваться в правильном направлении, в сбалансированном? Ну, не знаю. Последние 25 лет мы только и делаем, что меняем, меняем, все тотально меняем. Мне кажется, что система расселения, существующая, сформировавшаяся в течение такого длительного времени, она требует к тебе, по крайней мере, бережного отношения. Когда мы говорим, мы сделаем это, поднимем зарплату там, это как бы все замечательно. Примем какие-то программы очередные. Все хорошо, кроме того, где мы возьмем деньги. Поэтому это такой процесс очень тонкий, очень чувствительный. И мне кажется, что здесь нужно учитывать то, что кроме наших желаний, есть такая эмоциональность этих процессов, расселения в том числе, сложившиеся наши модели поведения жилищного в том числе, где мы хотим жить. Вот Александр Викторович сказал по поводу того, что население стремится в Москву, в Санкт-Петербург, его окружение. На самом деле, население стремится туда, где нам комфортно жить. И вот юг России, да, особенно европейская часть, равнинная часть, да, как бы вот она и есть одними, тоже как бы одна из пыточек, которая активно растет. И, наверное, учитывая нашу территорию и наши природные условия, когда у нас мы не можем заселиться равномерно или относительно равномерно, потому что у нас значительная часть территории страны находится в таких климатических условиях, что нам будет там как бы вот не сильно весело жить. Не очень комфортно. Да, да, мне кажется, что, наверное, суть проблемы в том числе заключается в том, что нам необходимо как бы создать условия, это связано с институтами, да, наверное, в первую очередь, где было бы комфортно жить, где было бы комфортно развиваться бизнесу. У нас вот с этим огромная проблема. У нас нет как бы таких вот каких-то гарантий, чтобы мы понимали, что вот это вот сейчас так, и нам не нужно будет под несуществующую и изменившую систему подстраиваться уже сейчас. Потому что если бы европейцы, там, не знаю, англичане, американцы пожили пять лет в тех условиях, в которых мы живем, стабильно, да, как бы, я думаю, что очень многие вопросы бы стали по-другому. И развиваться, и осуществляться, и трансформироваться. Александр, вы сказали, что нужна единая градостроительная политика или концепция, и, как я поняла из ваших слов, что сегодня ее нет. Почему? Ну, вы знаете, я думаю, это был определенный перекос. Сегодня уже несколько раз как бы негативно вспоминали Советский Союз. К сожалению, было такое поколение, которое считает, что все эти 70 лет было все плохо. И в том числе считали, что такие понятия, как генеральная схема расселения и размещения мест предпроизводительных сил, это плохо. Это вчерашний день. Все решит бизнес. Я помню, бывший министр экономики мне говорил, Александр Ильич, зачем? Бизнес все сам решит. И поставит везде так, как все надо, все расставится. Ну, к сожалению, видно, не тот бизнес, но я могу четко сказать. Например, Европа имеет основы градостроительной политики на весь Евросоюз. Причем, так знаете, доходят до нас, а не дальше Белое поле. То есть мы даже не входим в их, условно говоря, интересы. И это никаких санкций еще не было. Это было еще, когда у нас были, мы очень дружили. Если не знать цели, ты не знаешь, куда идти. Я считаю, что сначала должны быть именно основы градостроительной политики. Это не дай бог генеральный план на всю страну, не дай бог территориальные схемы. Но нельзя дергаться. Сегодня на Дальний Восток, завтра в Крым, послезавтра в Калининград, потом возражать моногорода, потом еще чего-то. Как надо определиться. Должна быть четкая политика и не должно быть, как было, правда, насильственно, когда куда-то там отправляли. Нет. Должны быть созданы условия, чтобы люди сами или не уехали, или поехали. Но есть другой вопрос. Вы понимаете, что все-таки, когда мы берем молодежь сегодняшнюю, они пока стремятся к городам. Я же не говорю, что это хорошо или плохо. Но мы должны уметь не только политику прорабатывать, но и жить, и работать грамотно в тех условиях, в которых живем. Но что самое интересное... Москва, сите, это грамотно спроектированная вещь, особенно, как сейчас появилось сюда метро. Да, не нравится их, пускай кому-то, не живите. Но кому-то нравится, и кому-то нужно. Кому-то нравится. Про микрорайоны было сказано. Ведь у них тоже, извините, те самые пространства, проходы. Есть там один недостаток, в то время мы на машинах не ездили, и, соответственно, гаражи не строили. Я за квартал, но они тоже имеют право нажать. А квартал, это вообще шикарная вещь, если вспомнить. Ну вот только что, Игорь, секунду, сейчас прокомментирую. Только что прозвучала мысль, что молодежь стремится в города. Но в то же самое время какая-то другая часть молодежи стремится все-таки в село. Давайте посмотрим и об этом сюжет. Вот это у нас тысячелистник. Это у нас клевер. Еще несколько лет назад москвичка Лада чудная и не поверила бы, что будет завтракать не бутербродами с кофе, а свежесорванной травой и по своей доброй воле. Я вела очень неразвольный образ жизни. Я реально была девочкой из наркоманского района. То есть вот вся огонь, вода и медные трубы. К 20 годам Лада уже была мамой двоих детей, хозяйкой пары салонов красоты и красной Мазды. Казалось, жизнь удалась. Вечерами встречи с друзьями, а ночами тусовки в барах и клубах. Но в 24 все рухнуло, как карточный домик, как в плохом сериале. Обманула лучшая подруга, увела бизнес. Деньги закончились, приятели быстро исчезли. В городе, где многомиллионники, где вот так вот можно плюнуть в душу человеку и скрыться в толпе, и никогда не встретить этого человека, невозможен духовный рост. Лада поняла, нужны перемены, в том числе и перемены места жительства. Нет счастья в городе, а истинное предназначение людей – жить на земле. Многоэтажки созданы как психотронное оружие, угнетающее и уравнивающее людей. Да, когда человек видит вокруг себя огромное количество незнакомых лиц, у него подавляется функция деторождения. Уговорив мужа, Лада собрала вещи, и они переехали жить в Калужскую область, на территорию туристического парка «Этномир». Мне так нравится копаться в земле, висеть грязь, вот, потому что ты сажаешь что-то, и оно дает тебе плоды. И ты сама это выросила, ты берешь этот огурец, и ты знаешь, что он чистый. Теперь в рационе Лады и ее семьи нет мяса, овощи только с грядки, а вместо хлеба сыроедческие хлебцы, высушенные при температуре не больше 40 градусов. В свободное время Лада самосовершенствуется на свежем воздухе и занимается йогой. Сейчас я жду третьего ребенка, и это совершенно по-другому. Я и общаюсь, и отношусь к нему совершенно по-другому. И рожать я буду не в роддоме, а, скорее всего, в каком-то поселении. Я сейчас выбираю. Может быть, Лада выберет для своей семьи эко-поселение Миленки, что находится в Дзержинском районе Калужской области. Прекрасная глушь, до ближайшего города 40 километров по бездорожью. Вокруг густой лес, травы по пояс и, главное, ни одного признака цивилизации. Неплохое место для жизни беглецов от городской суеты. Зимой и летом, и в минус 30, и в плюс 30, на глубине 3-4 метров, одна и та же температура, плюс 4 градуса. Вместо холодильника колодец, электричество от солнечных батарей, туалет во дворе. Бывшая жительница Томска Мария Дьяченко по образованию экономист и переводчик. В городе работала корпоративным администратором, а здесь в Миленках стала травницей. Наша семья традиционно занимается чаем. Мы собираем очень много разных видов трав. Самое первое, что традиционно у нас на Руси пили, это иван-чай. Эко-поселение Миленки основано в 2006 году поклонниками книг Владимира Мегре. Родовые поместья, как одна из идей писателя, где каждая семья владеет гектаром земли. В Миленках запрещены табак и алкоголь. И почти все жители – вегетарианцы. Местные хвастаются, у них самое детское эко-поселение в стране. Здесь постоянно проживает 130 детей. Растить детей в таких условиях достаточно комфортно, потому что уровень безопасности. Ребенок, конечно, может лазить по деревьям, но он по деревьям лазит. Здесь нет того, кто его может обидеть. Семья Крутиковых занимается овощами и ягодами. На календаре еще конец мая, а в теплицу Юрия уже созрела клубника. Уже кушаем, наверное, неделю, как красные ягоды. Но вот сегодня утром уже поели, поэтому осталось только розовое. Юрий говорит, урожая хватает не только его семье, но и соседям перепадает. Огород большой, 12 соток. Сельскохозяйственной техникой семья принципиально не пользуется. Все выращивают вручную, без использования удобрений. Только солнце, воздух и вода. В планах у семьи Крутиковых вырастить на своем участке ореховый сад. Юрий долго искал сорт ореха, который бы рос и вызревал в средней полосе России. И нашел. Купил в Канаде материал. Это сердцевидный орех. Размером чуть меньше грецкого, но гораздо вкуснее и слаще его на вкус. Сейчас своим гектаром земли в миллионках владеет больше 60 семей. А по всей России существует уже около 200 таких экопоселений. Они сажают ореховые и яблоневые сады, называют соседей по имени-отчеству. Живут в гармонии с природой и свободно дышат чистым воздухом. Понятно, что это несколько частных историй. Ольга, ну вот опираясь на ваш опыт, можно сказать, что это тенденция? Что городские жители, разочаровавшись по какой-то причине в городской жизни, уезжают, выращивают клубнику, отказываются от мяса, заводят свое хозяйство? Вы знаете, процессы эти начинаются. Единственное, здесь, скорее всего, движение с отставанием. То есть сельских жителей мы теряем в гораздо большем объеме и быстрее, чем получаем городских жителей, которые приезжают в село. Примеры есть не только в Калужской, в Тверской, в Ивановской, в других областях. На самом деле, это зачастую действительно молодые люди, которые, даже попробовав бизнес, разочаровываются в результатах или не могут найти взаимоотношения с начальством, не могут получить удовлетворение от труда и достойный заработок и рассматривают возможность переезда в сельскую местность. Сейчас, кстати, действуют программы, такие как начинающие фермеры в рамках Министерства сельского хозяйства. И 30% участников этих программ – это люди, которые приезжают из городов. Если 70% – это личные подсобные хозяйства, те люди, которые уже живут в сельских поселениях, то, пожалуйста, если ты решаешь переехать в город, ты можешь получить грант. Да, конечно, средств этих не хватает, но действительно, в 2015 году 3,5 тысячи крестьянских фермерских хозяйств, начинающих фермеров, были созданы. То есть, в этом направлении есть. Как вы относитесь к такой тенденции? Это плохо. Почему? Вот же они уезжают из городов. Ну, вы показали сюжет такой немножко маргинальный, это антиреклама. Вы меня извините. Я хочу сказать о другом. Баланс, то есть, нету миграции, в данном случае, он отрицательный, потому что все время все стекают с города. И когда нам говорят, что города, миллионники там, некоторые из них вымирают, это полная правда. Ну, так они и вымирают, потому что людям навязана городская модель жизни. Село является донором, но оно не может им быть бесконечно. А идея равенства, которая здесь звучала, она так же утопична, как и многие социальные утопии. Всегда была жизнь в общине, всегда люди знали друг друга, всегда был авторитет старших, всегда были нравственные нормы. Я имею в виду раннюю брачность, целомудрие до брака, почитание родителей, супружеская верность, моногамная семья. Это наши исконные ценности. И наши, между прочим... И эти ценности в городах невозможны. Они нивелируются. Джамал, а вот эти ценности, по мнению Игоря, которые убиваются, это только происходит потому, что мы живем в городе? Или это все-таки зависит от человека, может быть? Мне трудно сказать, мне кажется, идиота хватает и в городе, и в деревне. В общем-то, как-то я не связывал бы. Более того, по моим личным данным, по образованию историк, я не хочу в эту тему глубоко лечь, но ценности дохристианские русские сильно отличались от тех, которые, уважаемые коллеги, излагают. Вот. И насчет брака, и насчет всего прочего, добрачной жизни и прочее. Вот христианские ценности, они могут быть и у горожан, и у селян. Я против показа маргинальных историй. Вот почему. Это реально маргинальная история, это маргином какой-то. Интересно было бы показать тех людей, которые успешно встроились в глобальную экономику. Вот простой пример. Девушка сидит в каком-то маленьком городе, делает очень красивые искалки, успешно продает по интернету, несколько тысяч долларов в месяц имеет. Фермер удачный с хорошим сыром. Мне кажется, вот эти истории, они интересны. Маргиналами мы не заселим большие-большие городские территории. А насчет неравенства, ну это полная глупость. В Германии человек, живущий в маленьком городе, имеет точно такой же пакет услуг и удовольствия, радости и жизни, как и житель немецкой столицы. В России, к сожалению, житель того же Зарайска, уже оторван от культуры. Почему? Потому что в Германии компания большая по нашим понятиям, по их понятиям средняя, может иметь штраф-квартиру в каком-то маленьком городке, там между Мюнхеном и Кёльном, и она оттуда не уйдет. И не лезет всякий как бизнесмен в Москву. Вот это и есть равенство, когда жители малых и средних городов имеют те же экономические возможности, и культурные тоже. Что и жители больших городов, что ребенок из этой сельской школы точно так же мог поехать в Гарвард учиться или в Московский университет. В идеале, что были такие средства связи, что хотя бы человек вокруг мегаполиса нормальной электрички, доехать до хорошего театра, чтобы он человек там... Сейчас есть скоростные электрички, из Калуги можно приехать, в Москву большой театр. И за озер там сложнее. И вот я за это равенство. И, кстати, многое делается, и вот интернет нас сильно выровнял. То есть многие ценности стали действительно доступны. И я думаю, что некоторый шанс для малых и средних городов это дает. Я не за деревни, я за малые и средние города. Я считаю, что у нас в селах больше людей, чем нужно, живет. Производительность труда низкая. Малые и средние города это опора страны, в том числе и военная. Потому что из деревни полк не выстроишь. А в России традиционно полк выходил из малого города. Это был сплоченный коллектив. Жамал, я вам простите, я во многом согласен, но вы меня не услышали. Дело в том, что равенство, как таковое, оно утопично уже в силу происхождения, в силу разных дарований. Понимаете? А те европейские города и та же Германия, которую вы привели в пример, ну вы простите, там неравенство вопиющее. Потому что государственными благами, вот это так называемое welfare state, да, то есть государство общего богосостояния, оно-то наделяет этими благами сейчас преимущественно мигрантов в ущерб коренным немцам, коренным французам, коренным итальянцам. Почему? Да потому что гиперурбанизированная страна не способна размножаться. Вот и все. Ольга, вы хотели бы поспорить, я думаю, наверное, да? На самом деле по поводу сел. Мы настолько сильно теряем человеческий капитал в селах, что на самом деле на тех даже крупных агропромышленных предприятиях, которые сегодня есть, это проблема найти работников, которые были бы профессиональными ветеринарами, профессиональными зоотехниками и так далее. И этого допустить ни в коем случае нельзя. И если мы сейчас посмотрим статистику с 2000 года, за 10 лет мы потеряли миллион и 300 тысяч сельских жителей, то только за 3 года, с 2011 по 2014, мы потеряли тот же миллион. То есть темпы настолько высоки, что это становится страшно. И те 26% сельского населения, которые сегодня есть, это очень мало. Учитывая, что согласно стратегии развития сельских территорий к 2020 году населения станет еще меньше. Поэтому это серьезная тема, вот именно село, город. И этим нужно серьезно заниматься и зависит не только от градостроительной политики, но, наверное, от аграрной политики. И мне кажется, вот сегодня как раз государство и правительство начинают об этом задумываться, потому что люди из села просто бегут. И нам нужно работать над двумя задачами. Во-первых, создать условия, чтобы остались и заинтересовались продолжить жизнь. А значит, условия проживания должны стать хуже. Те, кто уже там живет. И стимулировать переезд в село тех предпринимателей, которые могут на самом деле создать сельскую агломерацию благодаря своей активности. Вот это очень важно. Давайте попробуем подвести, что ли, какой-то итог. У нас времени осталось совсем чуть-чуть. И я сейчас предлагаю провести БЛИЦ. Я задам один и тот же вопрос каждому из вас и попрошу по существу на него ответить. Даниил, давайте начнем с вас. Зачем все-таки будущее? Село или город? И что должно предпринимать, может быть, государство для какого-то выравнивания ситуации? А может быть, и не нужно ее выравнивать? Мне кажется, что будущее за взаимодополнением, безусловно, потому что мы не можем снести города и мы не можем снести села. У нас есть данность. Поэтому будущее за взаимодополнением села и города, за, скажем так, адекватными возможностями по мере способностей. И прежде всего это макро-возможности, это ставки кредитные, это кроме денег, естественно, это доступ к технологиям, информация о технологии и внедрение их в жизнь, деньги и возможности. Есть будущее запространственной равномерной системы расселения. В противном случае Россия не сможет сохранить свои границы в том виде, в каком они есть сейчас. И важно, чтобы государство занималось не только аграрной политикой, но во всех программах государственных, которые сегодня есть, село должно стоять отдельной строкой. Спасибо, Игорь. Будущее однозначно, по крайней мере, оптимистическое, неразрывно связано с возвратом к нашим духовно-нравственным корням, прежде всего христианским. И, безусловно, когда мы говорим об альтернативах урбанизации, нельзя зацикливаться на селе. Я отнюдь не это имею в виду. Загородные поселения любого типа, тут преимущественным для меня является обстоятельством малоэтажная застройка. Поэтому будущее за дистанционными формами труда, за семейным, я убежден, образованием, за семейным бизнесом, и, безусловно, за совершенно иным, противным сегодняшнему типам поселения, организации жизненного пространства. Спасибо. Будущее за свободой выбора. Каждый человек должен прожить несколько жизней. Он должен иметь возможность жить в небоскребе в Гонконге или в Москве и отжигать там, как он хочет. Точно так же должен иметь возможность поселиться в маленьком поселении на Алтае, там растить детей. Это свобода выбора. Чтобы к этому прийти, на стране нужно сделать, на мой взгляд, несколько трендов и несколько простых вещей. Упрощу. Я бы просто запретил любое строительство за землю существующих поселений. То есть мы должны свои города ограничить, и за их пределы не выходить, и девелоперам дать по рукам. И заставить их строить внутри города. Второй шаг это изменение налоговой системы в пользу все-таки возвращения ее к норме в пользу малых поселений и распределения пирамиды налогов. Ну и третий, возможно, как временная мера системы экономической преференции для малых городов в связи с их спецификами. Я понимаю, что делать с малыми историческими городами, какие нужны преференции. Я это знаю. И об этом буду говорить. Спасибо. Александр. Ну, вы знаете, мне кажется, мы должны забыть некоторые мифы, которые к нам перешли от камня, от отца, к многим присутствующим, от дедов. Когда мы считаем, что все строительство это благо. Что есть такой, знаете, строитель, который всех спасает. Вот знаете, в Москве построили за 20 лет 70 миллионов квадратных метров жилья, а средняя обеспеченность одного москвича увеличилась на метр. Мы должны жить сегодняшним днем и понимать прекрасно, что есть главная наша цель, в том числе у архитекторов, это качество среды жизни деятельности. Это как составляющая качества жизни. И вот мы должны идти от людей, а не от квадратных метров, от непонятных программ, которые кончаются всегда чьим-то финансовым благополучием. Спасибо. Алла. Мне кажется, будущее, как показывает, наверное, западный опыт, это состоит в том, чтобы у нас условия проживания в городе и в деревне выравнивались, чтобы такие простые блага, как канализация и водопровод, были и на селе, и в малых городах, и в больших городах. И тогда это позволит в большей степени людям, реализовываться, выбирать ту жизненную практику, которая будет им соответствовать в большей степени. И тогда, наверное, у нас не будет таких вот непонятных споров или дискуссов по поводу того, как бы мы должны быть вегетарианцами, христианами, мусульманами и так далее, и так далее. Мне кажется, Спасибо. Ну, надеюсь, действительно, таких споров в будущем не будет, и качество жизни будет одинаковым, что в городе, что на селе. Ну, и прежде всего, наверное, нам, обществу самим, нужно определиться с тем, где мы хотим жить и как, и надеяться, что к нам прислушаются. С вами была Варвара Макаревич. Мы встретимся совсем скоро на общественном телевидении России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова